Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! Я не знаю, что начало происходить, но почему-то возле моего особняка стало появляться очень много полицейских. Но перед тем, как я начну рассказывать эту историю, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. А также, дружище, обязательно досмотрим видос до самого конца. Воу! Потому что это очень важно. И в нем будет спрятано секретное кодовое слово, которое, если ты напишешь, стопудово попадешь в следующий ролик. Потому что ты, дружище, ты лучший. В общем, ребята, сейчас мы опять поедем домой. Я хочу проверить, стоят ли полицейские в этом доме. Если нет, то очень хорошо. И немножечко постараюсь рассказать эту очень непонятненькую историю. В общем, на днях мой друг мне привез машину и сказал, давай она постоит у тебя в гараже. Я подумал, окей, почему бы и нет. Он привез такую машинку, если не ошибаюсь, это BMW. И он мне говорит о том, что она новая. Я ему говорю, это точно новая машина? Он говорит, да. Я говорю, а почему именно в моем гараже ты хочешь ухранить? Он говорит, ну в моем там ремонт проходит. И пускай она постоит у тебя. И я думаю, ну окей, как бы другу отказывать не хочется. И думаю, ладно, почему бы и нет. Но через день буквально ко мне приехала полиция и стояла возле двора. Я не знаю, откуда столько полиции. Но я так понимаю, что машина находится в розыске. И мой друг, получается, украл где-то машину и пригнал ее ко мне. И это, получается, такой пункт перевала, где она должна была отстояться. Но, как видите, полицейские ее смогли найти и чуть не взяли меня просто подчистую. Потому что тачка у меня. Так, ребят, давайте отсюда посмотрим аккуратненько. Я лучше выйду с машины и попробую подойти вот так аккуратненько. Ну-ка глянем, 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 глянем. И так. Нет, возле двора никого нету. Отличненько. Но вот тут, ребята, все было в полицейских тачках. Я не знаю, откуда столько, но лучше вообще не показываться на вид. Я просто в шоке. И на самом деле мне придется уходить от полицейской погони. Из-за того, что если я не уйду, то меня, собственно говоря, заберут, собственно говоря, полицейские. Поэтому нам нужно быстро принять это задание. Уход от полиции. И тогда мы сможем навсегда успокоиться и быть спокойным. В том плане, что мне не нужно вообще переживать за эти моменты. Поэтому давайте найдем сразу уход от преследования. Ближайший находится впереди нас. Это именно тот и есть, который он, получается, отсюда заезжает в коттедж. Да, дорогие друзья, именно он. Поэтому давайте попробуем сейчас его принять. Опа, 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 аккуратно. Йоу. Блин, такие вот опасные водители, на самом деле, начали появляться в городе. Очень, очень, очень плохо катаются. На самом деле нужно быть аккуратнее намного. Но они тут вот так ездят. Так, давайте сделаем это задание. И у нас должно все получиться. Потому что это, на самом деле, ребят, жестко. И вот она, ребят, именно эта погоня, о которой говорил. И эти полицейские были возле моего двора. Сейчас мы пробуем на них уехать, на этом Кадиллаке. Но вроде бы полицейские не такие быстрые. Но, ребята, догонять начинают. И опа, опа, опа. Все, суета, суета началась. И лучше, конечно, не притормаживать, а ехать дальше. Ехать быстрее. Хотя у меня Кадиллак довольно-таки быстрая тачка. Но я скажу другу, чтобы он забрал эту машину, если ее до сих пор не эвакуировали полицейские. Конечно, им за моим Кадиллаком не добраться. Абсолютно они никак его догнать не смогут. И я по-любому сейчас пройду это задание. И смогу навсегда быть готовым к тому, что все. Как бы закончится эта поездка. И, ребят, полицейских вообще не вижу. Они куда-то вообще испарились. Они, походу, потерялись. О, они, походу, где-то врезались и даже не могут меня догнать. Что-то у них происходит непонятное. Потому что... Обычно они должны быть быстрее. Но что-то они... Может быть, у них какой-то обеденный перерыв. А нет, вон они, ребят, все догоняют. Все, начинают ехать. Лучше все. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Они вдвоем едут сзади меня. Йоу. Это было жестко. Это было жестко. Но мы смогли справиться. И это просто пипец. Как было опасно, дорогие друзья. Я их дождался. И они могли сейчас только что забрать меня. И конфисковать даже этот особняк. Но я этого вообще не хочу никак. Как, собственно говоря, подвергать от такой опасности мой особняк. Поэтому лучше пройти сразу. Опа, ребята, уже сразу три полицейских машины. Чего ждет? По газам. Просто по газам быстро гоним. И мы сможем избавиться от этого преследования. Можно попробовать как-то повилять. Попробовать заехать по кустам. Там проехаться по обочине. И полицейские могут застрять. Застрять, потому что они не смогут так быстро ехать, как я. Потому что я профессиональный гонщик. Личи Топчанский. Все меня знают. И никогда не связываются со мной. Потому что они знают, что такое гонка. Почему я должен ехать по правилам? Именно по дорогам. Так, а полицейские-то застряли. Они где-то врезались. Главное, чтобы я не врезался. Ой-ой-ой-ой. Они там пирожки кушают где-то сзади. Опа. Догоняют. Догоняют. Нет-нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет. Стоп-стоп-стоп-стоп. Музыка. Нет. Нет-нет-нет. Полицейский. Йоу, аккуратно. Братишка. Чего ты там натворил? Нет. Нет, только не в море. Ребята, они меня сталкивают в воду. Ё-моё. Это жёстко. Я в шоке. Такого я вижу впервые. Начать заново. Ребята, это задание нужно проходить без каких-либо приколов. Если полицейские отстают, всё, пускай отстают. Я не буду больше их ждать, потому что на самом деле они очень мощные. И могут догнать в любой момент. Поэтому лучше не останавливаться и ехать причётся по правилам. Я не понимаю, почему разработчики сделали это задание так, чтобы я выполнял его по правилам. Как такое может быть? В какой погоне? А, собственно говоря, человек, который будет уезжать от полицейских, будет ехать именно по дороге. Разработчики. Вот это очень неправильно было. Потому что они под носом. Ё-моё. Что произошло? Опа. Опа, они полетели. Они вылетели за карту. Они сломали. Их снайпнули в полёте. И, ребята, вот сейчас опасный момент, в котором я могу просто проколоться. И надо аккуратненько выехать на дорогу и держаться прямо. Потому что они догоняют. Они очень сильные полицейские, которые просто чуть не разбили мою тачку в дребезги. И тут опять же такой же поворот жёсткий, в который они не зайдут. Сто пудово они не зайдут. Нет! Не зашёл. Оооо! Как же он улетел красиво, ребята. Это жёстко, но меня сейчас догонят. И это будет пипец! Я почти успел. Ё-моё! Это просто жесть! Фух! С этой попытки я тоже точно должен уйти. Всё. Я знаю все фишки полицейских. И должен справиться с зданием. Всё. Погнали сразу же. Включаем, собственно говоря, такие вот аварийки, чтобы поморгать и сказать спасибо. И сказать, чтобы они успокоились. Не так сильно не гнали. Самый опасный момент, который может быть, это вот этот поворот. И когда уже в городе после моста. Так, в принципе, гоночка, туфта. От полицейских можно уехать. Но вот самый проблемный момент, это вот этот. Потому что тут нужно притормозить. И опа, вот так вот проехать нормально на спокойных нотах. И опа, все ачивки поймать. Так, они опять врезались, полицейские. Всё. В принципе, победа уже в кармане. Потому что они где-то застряли в коттеджах. Ой, они там все поударялись прям жёстко. Прям, на самом деле, очень жёстко. Я, на самом деле, хочу рискнуть чуть-чуть. Дожидаться их. Я хочу посмотреть, как они улетят в этом повороте. Потому что они стопудово улетят. Вот прям максимально. Я вот даю фору на то, что они улетят. Я даже спрячусь за мост специально. Я хочу спрятаться за мост. Потому что они не смогут заехать вот сюда. И просто вот отсюда хочу подождать. Их просто хочу подождать. Потому что они стопудово не справятся. Ну-ка, просто вот тут их ждём. Тут их ждём за мостом. И посмотрим, где они. Так, они вообще едут? Да они до сих пор в коттеджах стоят там. Что-то они вообще будут выезжать? Ё-моё. Ребят, за такую серию лайк. Потому что я рискую. Третьим разом я должен выиграть. Потому что и тут и время. И ехать не особо долго. Но мы должны справиться. Так, главное быть на лёгком старте. Максимально быстро. Половить ха-ха от того, как полицейские улетят. И уехать. Побеждать. Потому что я на самом деле должен выиграть это преследование. И эта история с полицейскими должна закончиться. Но они до сих пор едут. Они до сих пор застряли, дорогие друзья. Они до сих пор застряли. Это на самом деле жестоко. Это очень смешно. Что они до сих пор там. Они не могут разобраться с тем, как им ехать. Окей. Но давайте подождём ещё. Буквально есть минута. На всё про всё этим полицейским. Поэтому, ребята, этой серии поставьте лайки. Я максимально хочу постараться сделать вам контент. Чтобы вы посмотрели, как полицейские улетают куда-то в дорогу. И это действительно очень забавно смотрится и весело. Но они до сих пор... Их нету. Они до сих пор там. Единственный там полицейский. Вроде бы выбирается на дорогу. Но, по-моему, он стоит. Я бы ради прикола даже вернулся. Посмотрел. Но у меня времени не хватит. Это задание, собственно говоря. Блин, я вот думаю, принимать его или нет. Или я так хочу посмотреть на то, как эти полицейские улетают. Ё-моё. Я вот ради прикола хочу выехать на дорогу. Чтобы, может быть, тогда они активизируются. Может, тогда они всё-таки поедут. Ё-моё. Просто это, на самом деле, реально жёстко. Они застряли и не хотят за мной ехать. Вообще ни в какую. Дядя полицейский, может быть, вы поедете за мной? Я вообще-то тут стою. А никто не едет за мной. Блин. Я... Мне без них скучно. Я не могу пройти задание. Это просто будет как-то реально некрасиво. Воспользоваться то есть багом. То, что полицейские застряли там. Я лучше поеду, помогу им. Посмотрю, как раз 10 секунд хватит доехать. Посмотреть, что они там застряли. В каком они там моменте застряли. Что они даже не могут за мной поехать. И посмотреть, да где они там. Просто они застряли в районе. Так, заново. Ребят, ну я бы прошёл это задание. Но я не хотел пользоваться... Это возможность. Давайте, опа, включаем всё. Так, поморгаем быстренько. Опа. Спасибо, дядя полицейский. Всё супер. Начинаем гнать. Сейчас полицейские от меня... Я от них отрываюсь. А дальше что? Вот тут главное зайти в поворот аккуратно. Чтобы чикнуть и ту, и ту штучку. И вот тут сейчас они должны застревать, начинать. Они тут, по идее, начинают застревать в каком-то моменте. Опа. Две сразу щёлкаем. И всё. Они застряли. Всё, ребята. Вот он тот самый момент, где они застревают. Мне вот ради прикола хочется развернуться. Посмотреть, что ж они там так запутываются. Ё-моё. Блин. Я хочу аккуратно это сделать. Проехать с двух сторон. И что, что, что они там делают? Почему они там стоят? Ё-моё. Они, они все застряли. Ой-ой-ой. Ребята, всё. Да вы, вы стояли. Я вас подождал, ребята. Ну, нет. Нет, 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 нет. Да я же ждал вас. Я по чесноку вас ждал. Так, стоять, стоять, стоять. Аккуратно, дядя полицейский. Дайте мне проехать. Только не в дом. Только не в дом. Всё. Всё. Аккуратно. Всё. Спасибо. Я поехал дальше сам. Всё. Я благодарю вас за помощь. Всё. Я поехал. Всё. Не надо меня... Нет. Всё. Одна попытка. Ё-оу. Блин. Ну, я их ждал. Мне прям интересно. Мне понравилось над ними прикалываться. Я хочу заново пройти эту миссию. Потому что это... Это жесть. Давайте ещё разок. Это очень забавно. Наблюдать за тем, как они... Ломаются. Они просто заезжают в город. И там стопятся. И просто стоят. Я не знаю, в чём баг заключается. Это баг или не баг. Но какой-то явно прикол. Уже светло. Мы уже всю ночь с этими полицейскими крутимся. Всё. Вот, по идее, сейчас момент настанет, когда они застря... Начинают застревать. Ну-ка, 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 ну-ка. Или этот момент не прошёл. Опа. Всё. Застряли. Так. Они... Они... Опа. У них там вообще какие-то вертолётики начинаются. Самолётики. Так. Вроде бы... Ой-ой-ой. Один-то дядя за мной едет. Один-то дядя за мной едет. И на самом деле не по шутке он за мной летит. Он прям неплохо за мной летит. И он разогнался прям очень хорошо. На самом деле. Но вроде бы не так уж. Не суперкрутой дядя. Но вот сейчас смотрим, поворот залетает, дядя. Или опа-опа-опа-опа-опа. Всё. Дядечка застрял. Эх, дядечка-дядечка. А где твои друзья? Где твои напарники? Неужели они тебя там оставят в углу? Просто в углу. Блин. На самом деле это... Это на самом деле не смешно. Это даже грустно как-то со стороны смотреть на дядю полицейского. Он там вообще не может никак вырулить. Блин. Мне жалко его, ребят. Я вот прям не могу. Вот прям вот грустно без него. О, всё. Он разобрался как ехать. Давайте его патролим. Пускай он улетит. Улетит в воду. Всё, улетай. Всё, пока, дружище. Всё, до свидания. Я хочу с ним поприкалываться чуть-чуть. Он... Так, так, так. Всё, стоим, стоим, стоим. Опа, он... Он, ребят, он просто в столб ударился. Ё-моё. Вот это же полицейский дядя. Конечно, прям максимально жёсткий полицейский. Так, а вот сейчас он меня может немножечко ударить. Так, он сейчас выравнивается. И оу-оу-оу-оу. Главное сейчас самому в воду не улететь. И оу-оу, полицейский-то в воду сейчас. Ой-яй-яй-яй-яй. Бедный дядя полицейский. Как же мне тебя жалко. Так, так. Ты будь аккуратен. Но не ударяйся в столб. Ну, ё-моё. Как же так? Дядя полицейский. Так, отлично. Он вроде бы выбирается из столба. Но опять. Да ё-моё. Дядя полицейский. Ну, хватит ударяться в столб. Ну, нельзя же биться об столб постоянно. Ай-яй-яй. Ну, ладно. Я всё-таки пойду тогда миссию выполнять. Ты до сих пор там такая. Пока постой. Подумай. Как там, собственно говоря, эту миссию проходить. А я поехал. Я поехал. Хватит. Хватит гудеть у меня на ухо. Всё. Ты права. Всё. Всё. Фух, ребята. Это было действительно жутко и смешно. Вот прям на самом деле. Я оценку даю. 10 баллов из 10. Было реально очень весело. Наблюдаю за тем, как полицейские топят. И это реально круто. Поэтому, ребят. Если вы на этом канале впервые обязательно подписывайтесь. И жмите, собственно говоря, кнопочку лайка и колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Ну, ребят. А с вами был, как всегда, я. Ваш любимый и замечательный лич. Если захотите ещё таких серий, то давайте напишем в комментарии кодовое слово СИНЯ СИНИЙ Просто СИНИЙ Всех, кто напишет слово СИНИЙ обязательно попадёт обязательно в моё новое видео. И тогда будете самыми крутыми, собственно говоря, подписчиками. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я. Ваш любимый лич. И всем до скорых встреч.